Здравствуйте, меня зовут Дина Мицкевич, я детский стоматолог в клинике премиум класса для детей взрослых Dental Fantasy. Сегодня я бы хотела поговорить о таком зловредном мифе, который очень распространен среди родителей, которые обращаются к нам в клинику со своими детками. О том, что молочные зубы лечить не нужно. Очень многие родители воспринимают это как нечто временное, то, что не влияет ни на самочувствие, ни на здоровье ребенка. И, конечно же, это в корне не так. И я вам попытаюсь объяснить и рассказать, почему это не так. Есть четыре основные причины, которые, я надеюсь, убедят вас в том, что молочные зубы лечить важно и нужно. Первая причина это то, что молочные зубы готовят почву для постоянных зубов. В период сменного прикуса молочные и постоянные зубы находятся по соседству порядка трех-четырех лет. И если есть проблемы с молочными зубами, то почти сто процентов, что с постоянными зубами будут такие же проблемы. Причина номер два. Кариес — это инфекция. И это инфекция, которая влияет и местно в полость рта, и на общий иммунитет в том числе. Детки с кариозными зубами болеют чаще. И многие лородоктора и гастроэнтерологи отправляют к нам своих детей, своих пациентов, именно с целью для того, чтобы мы санировали полость рта. Поверьте, потом причин обращаться часто к лору и гастроэнтерологу нет. Причина номер три. Проблемы с молочными зубами влияют на психику ребенка. Почему? Потому что детки, также как и взрослые, обращают внимание на внешность друг друга. И если у ребенка больные, не вылеченные черные зубы, это обязательно повлияет на его общение со сверстниками. Детки, у которых есть проблемы с зубами, они становятся менее общительными, они замыкаются в себе, они уже с детства становятся неуверенными в себе. Причина номер четыре тоже очень важна — это влияние молочных зубов на формирование речи. Разрушенные или отсутствующие молочные зубы приводят к тому, что речь развивается неправильно у ребенка. Так что я попыталась рассказать о том, что молочные зубы очень важны, их обязательно нужно лечить, их нужно лечить своевременно, их нужно лечить качественно. И самое главное лечение — это профилактика. Что могу сказать о профилактике? Конечно же, с самого раннего возраста, с появления первого зуба, мы должны позаботиться о том, чтобы у нашего ребенка была хорошая детская щетка и хорошая детская паста по возрасту. Я рекомендую использовать пасту для деток от нуля до трех — это пасты ROX PRO. Это новинка, она предназначена деток как раз самого маленького возраста. В чем ее такие основные преимущества перед другими пастами? В том, что она совмещает в себе зубную пасту и реминерализующий гель. Эта паста очень хорошо очищает зубы, очень бережно относится к детской тонкой эмали, укрепляет ее и позволяет избежать проблем с зубами. Также обязательно для деток с появлением первого зуба начинать пользоваться детской щеткой по возрасту. Я рекомендую щетку Бэби ПРО от нуля до трех, представлены в двух таких вот приятных цветах — розовый, голубой. В чем их, на мой взгляд, преимущество? В том, что у них небольшая рабочая часть, которая позволяет добраться до дальних жевательных зубов, при этом не причиняя ребенку каких-то неудобств, каких-то неприятных ощущений. У нее удобная широкая ручка, чтобы малыш мог сам ее удерживать. Также у этой щетки очень необычные щетинки, они отполированы таким образом, что они не причиняют дискомфорта при чистке десне. До свидания, будьте здоровы, улыбайтесь чаще!